Маткульт, привет всем! Друзья, позвольте вам представить Вадика Вологодского! Вадик, привет, дорогой! Спасибо огромное, что пришел к нам на канал. Вадик, действующий математик очень высокого уровня. Ну, это я просто утверждаю как знаток, потому что я нахожусь на гораздо более низкой ступени математического развития. И сейчас мы будем эту ступень немножко сокращать. Вот, значит, Вадик уже третий гость из серии «Настоящая математика». У нас был Сергей Горчинский, у нас был Миша Финкельберг, а теперь Вадик Вологодский, матфак, высшей школы экономики. Вот, сейчас расскажет что-то вокруг эллиптических кривых, да? Вот, отлично! Будем сейчас учениками. Ну, я даже расскажу сначала не про эллиптические кривые. Давайте, вот мы будем изучать такой вопрос. Вот у нас есть, будем решать систему уравнений. Вот у меня есть набор полиномов будет, вот каких-то n переменных, это все будут полиномы. 2 там, x1, xn, вот такая вот система будет, fn, m, не обязательно одинаковое количество. Вот, все это будет равно нулю. Ну, значит, все эти вот эллипти, это будут полиномы с целыми коэффициентами, да? С целыми, да? С целыми, да, с целыми коэффициентами. Все, понятно, да. Вот, собственно, вопрос будет про это. А чем мы будем интересоваться? Вот у нас мы возьмем какое-нибудь простое число p и будем интересоваться количеством решений этой системы. Давайте вот обозначим это количество cp. Значит, число решений, число решений в fp. В конечном поле из p элементов. Ну, короче, в остатках. Да, по модулю p. Да, и при этом имеется в виду, что как бы мы вот эти, ну, как обычно, пробегают каждый независимо. То есть все наборы перебираем и считаем, сколько из них. Да, да, конечно, понятно, что их не больше, чем p степени n. p степени n, да? Да. Значит, вот у нас такая последовательность получается. c2, там, c3, c5, там, c7. Вот, и в чем, собственно, наша задача понять, есть ли тут какая-то закономерность. А совсем произвольная система, и вот такая же. А также закономерность, связь с исходными решениями в цехе. Да, да, это, конечно, тоже. А в расширениях fp... Это тоже будет, это тоже будет. Оказывается, что это полезно рассматривать также расширения p, но... Значит, это будет по ходу дела. Вот. Ну, давайте возьмем какой-нибудь самый простой пример. Ну, какой пример? Ну, самый простой пример, наверное, когда одно уравнение и одна неизвестная. Ну, давайте возьмем пример. Ну, да. Вот. Значит, давайте возьмем уравнение. x, скажем, в квадрате плюс 3 равно 0. Ага. Так, сейчас я что-нибудь скажу, наверное, да? Да. Значит, мы ищем, когда минус 3 является квадратичным вычетом. Абсолютно верно. Вот. И когда это происходит, то это будет 2 решения, а если не происходит, то 0 решение. Так. Ну, давайте напишем формулу. А минус 3, это значит, минус 3 будет квадратичным вычетом. Тогда, когда, вероятно, что-нибудь типа 3к плюс 1 получится, может быть. Ну, не знаю, сейчас это надо посмотреть. Это уже надо посмотреть, куда течен закон взаимности, да, есть? Куда течен закон взаимности? Может, мы вспомним немножко или не надо? А, ну, можно, давай я попробую вспомнить. Давай, давай. Значит, минус 3 нужно узнать, когда, когда это, это, у меня это было, ребят, это было в моих лекциях. В конечных полях, было летом, в конечных полях, была серия лекций для оскольников. И там были квадратичные вычеты, квадратичный закон взаимности был, значит, соответственно, мы это, ну, минус 1 по П, да, идет, и 3 по П, потому что это домоморфизм. Потом мы берем минус 1 по П, это минус 1 в степени П, минус 1 пополам. А, 3 по П, это П по 3, только теперь нужно умножить на что? Ну, так как минус 1 в степени 3, минус 1 пополам, это уже минус 1, у нас минус 1 в степени 3, минус 1 пополам умножить на П минус 1 пополам. Вот, то есть, по сути, нам нужно еще раз умножить на минус 1 в степени П минус 1 пополам. вот и значит тогда мы видим что это просто сокращается и получается p по 3 иными словами действительно ответ что 3k плюс 1 это те простые когда минус 3 это вычет а 3k плюс 2 это те простые когда он не вычет ну а для тройки это бессмысленно хорошо а какой же ответ чему равно cp а кстати еще для двойки я не рассмотрел да ну да для двойки это превращается в x квадрат равно единице то есть одно решение для тройки это тоже одно на самом деле потому что это 0 да да вот одно решение дальше идет значит там где ну вот 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 здесь ноль решений а здесь два решения вот здесь соответственно два решения по модулю 3 сейчас секунда это 0 решение потому что 3k плюс 2 там тут будет два решения ну и дальше она просто идет ну как бы вот все зависит от остатка по модулю 3 да да то есть вот у нас есть простые в такой арифметической прогрессии да и если такой арифметической прогрессии то получается 2 а вот собственно очень простой ответ все зависит от остатка p по модулю 3 да да замечательно есть закономерность очень хорошо а сначала мы давайте возьмем значит давайте возьмем какой-нибудь еще один такой самый простенький пример где можно все посчитать давайте возьмем уравнение от двух переменных ну скажем окружность x квадрате плюс y квадрате равняется единице как посчитать количество решений точек на окружности по модулю p так сейчас я буду думать сейчас я буду думать а вы тоже думаете вместе со мной тормозите вместе со мной так ну значит маленькие можно просто перебрать там по модулю 2 да мы можем перебрать да у нас получается 0 1 и 1 0 в общем-то всего 2 но это по модулю 2 а вот дальше да да надо все-таки что-нибудь какое-нибудь применить то есть нам нужно понять так ну хорошо так сейчас вот допустим если я его попробую так сделать если у меня минус единица корень вот если минус единица если из него извлекается корень да по модулю p то я а нет все равно получится произведение двух равно единице а ну хорошо тогда у меня получается x то есть вот он допустим он равен там ну z тогда это x минус z y на x плюс z y равно единица да вот и какой бы здесь я какое бы значение здесь я не взял если оно оказывается не равно нулю то однозначно останавливается второе вот потому что делить всегда можно по модулю p вот то есть нужно посмотреть на количество просто решений вот такого уравнения x минус z y значит не так говорю значит итак если у меня так сейчас значит если это не равно нулю то x плюс z y однозначно восстанавливается значит у меня получается для каждого значения которое здесь может быть 1 2 так далее p минус 1 у меня однозначно восстанавливается второе как обратное к нему значит 1 делить значит ну равно t а это 1 делить на t получится и мне нужно для каждой такой системы их p минус 1 систем посмотреть сколько у нее у нее уравней у нее решений а решение значит ну линейной системы соответственно ну скорее всего и будет одно решение да вот то есть будет p минус 1 но это если корень из минус 1 извлекается если не извлекается тут надо что-то похитрее придумать наверное так то есть для тех простых которые не вида 4k плюс 1 а вида 4k плюс 3 нужно что-то другое придумывать так сейчас хорошо а нет еще идея слушай мне кажется у меня идея еще более простая появилась угу знаешь какая давай отсотрем эту сложную идею так а у меня появилась еще более простая идея на самом деле мы можем наверное мы можем вот наоборот просто написать что пусть x квадрат чему-то равно если x квадрат равно там одному из квадратичных вычетов да одному из вычетов то y квадрат просто равно 1 минус этот вычет угу 1 минус он да вот это квадратичный вычет да только а вопрос если x квадрат если m квадратичный вычет то что можно сказать про 1 минус m да все равно у нас возникает вопрос который не вполне очевиден то есть сразу я не могу сообразить то есть если если он равен одному из вычетов то здесь два решения и мы умножаем эту двойку на количество решений здесь то есть на двойку либо на ноль как бы вот ну плюс еще 0 1 1 0 нужно там как-то отдельно окучить и вот возникает вопрос да при каких вычетах t угу 1 минус t тоже вычет да о ага ага о как интересно да это очень интересно это очень интересно это очень интересно так 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 нет мне кажется что я когда-то эту задачу пытался решать не помню решил или нет у меня она возникала в голове но я не помню чем закончилось ну наверняка а решал и решил а давай мы сейчас вот немножко иначе на нее посмотрим как бы намек намек да мы же сейчас тут геометрией занимаемся геометрией да главное слово геометрия давайте нарисуем окружность угадать решение угадать одно решение да и проводить прямые ага ровно так а блин вот давайте рассмотрим плоскость, вот мы на ней нарисовали окружность. Одно-то решение есть. Ну, например, решение, скажем, какое? 0,1. Я обычно 0,1 беру, когда это в рациональных. 0,1. Этот метод придумал Пифагор. Он же задача про Пифагора, он решал это уравнение в рациональных числах. Правда? Пифагор, да? Да. Я рассказываю, что у Диафанта, потому что у Диафанта это в книге, да? Ну как, это Пифагорова тройки все-таки, да? А он именно так, да, находил их? Да. Нам надо найти рациональные точки с рациональными координатами на окружности. Мы фигачим разные наклоны, рациональные. И это взаимоднозначное соответствие. Да. Но это почти взаимооднозначное соответствие. Вообще, все задачи такие становятся проще, если не афинно рассматривать уравнение не в афинном пространстве, а в проективном пространстве. Тогда все прямые пересекаются. Любые две прямые в проективном пространстве пересекаются. То есть, вот если мы рассмотрим вот такое вот уравнение, х в квадрате плюс у в квадрате равняется з в квадрате, ну, с точностью, значит, мы решаем это уравнение тоже в поле ФП, но мы берем ненулевые решения с точностью до пропорциональности. Тогда вот таких решений, их столько же сколько точек на проективной прямой. То есть, их П плюс одна штука. Потому что есть П точек на афинной прямой плюс еще одна точка. Это все наклоны, да? Каждая прямая, то есть, каждая прямая, проходящая через эту, даже и это, и вот это, она где-то пересекается. Она где-то пересекает окружность в двух точках, одна из которых уже учтена. Да. И получается взаимно однозначное соответствие между, ну, не рациональными, как в данном случае, решениями этого уравнения и наклонами прямых, которые мы пускаем. Да. И все. То есть, это просто в точности, как мы делали много раз с геометрией над Q. Да, да. В точности. Над любым полем. Все, то есть, это всегда ответ. Да, но вот здесь, в этом, для проективной. Ну да, здесь надо убрать. проективный квад... Так, коники, так сказать. То есть, для решения, для вот количества точек на этой вот кривой в проективном пространстве, в проективной плоскости. Да. А что же будет, если мы... Надо убрать вот такие. Да. Да. Но тоже по модуле пропорциональности. Да. Значит, X и Y одновременно не могут быть равны нулю. По модуле... Да. Либо у нас есть, если минус один является квадратом по модулю P, то у нас есть ровно два решения. А, либо ноль. Либо ноль. Либо ноль. То есть, ответ получается, что вот это вот число, которое я обозначил, CP, оно равно либо P плюс один, если P равняется тройке по модуле четыре, и оно равняется P минус один, если P равняется единице по модуле четыре. А, то есть, при тройке все решения попали именно сюда. А при единице два из них отпало сюда. Ммм, вот как. Ну, замечательно. Значит, опять же, вот это число, оно как бы вот все разбивается на какие-то такие арифметические прогрессии, и вот если я попал в эту, то ответ такой. Да, да. Хорошо. Ну, давайте, давайте следующий пример. Уже посложнее будет. Кубический. 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 Эллиптическими кривыми запахло. Нет, нет, нет. Еще нет. Эллиптические кривые. Вот возьмем X кубе. Там у нас было X в квадрате плюс три, а теперь это будет... Давайте возьмем X. Вот на этот пример мы будем смотреть. Ага. X кубе плюс три. Плюс три. Равно нулю, да? Равно нулю. Какой же ответ тут? Так. Так. Ну, в принципе, есть кубический закон взаимности, наверное, но это сложновато. Да я боюсь, что не поможет. В Эйзенштейн. Не поможет, не поможет. Сейчас, давай подумаем. Значит, давай так сделаем. Прежде всего, вот отображение один, два, так далее, P-1 себя возведение в куб, оно вот, как бы, оно по три разбивает для... То есть, есть два, вот есть два, вот такой и такой. Опять нам нужно... Ну, во-первых, опять при трех все очевидно, только ноль. А если не три, то либо такой, либо такой. Вот здесь это отображение является автоморфизмом группы по умножению. Это я, помню, доказывал, когда решал какую-то задачу из Арленда Роузена. Ну да, потому что x-кубия... Порядок этой группы равен 3k-1. И это число взаимно просто, это циклическая группа порядка 3k-1. Но 3k-1 плюс 1. Плюс 1, да, ты можешь бы ноль выкинуть. Да, 3k плюс 1, поэтому оно взаимно просто с P, с тройкой. А значит, возведение, умножение в третью степень, биавтоморфизм. Ну да, кстати, это, между прочим, это потому, что есть решение уравнения 3α плюс 3k плюс 1 β равно 1. И, соответственно, мы можем достичь того, что, возводя еще куб еще в степени α, мы получим уже, что это будет, ну, как бы, то же самое, что мы возводим вот в эту степень, а потом в степени β, а в этой степени по термоу термоферма 1. То есть здесь мы, как бы, здесь, да, здесь, в общем, это автоморфизм в силу, там, обычной реплитики, которая вот в том курсе лекций летом была. А вот тут получается совершенно по-другому. Здесь они группируются в треугольнике. То есть есть подгруппа вот здесь из трех корней из единицы кубических. Вот тут вот есть. Один и еще какие-то два. α и 1 на α, ну, вот, вот, как бы, такие, что они в кубе равны единице все. И остальное, соответственно, факторизуется по ней. То есть все, значит, здесь будет для... Вот здесь будет, как бы, в этом списке, вот в этом списке будет ровно К, то есть П-1 на 3 чисел разных. Разных остатков. Да. Вот. И, соответственно, для каждого из них будет три решения, потому что любое домножаемое на это будет решение. А для остальных не будет ни одного. Поэтому здесь ответ такой. Это зависит от того, извлекается ли корень кубический из минус трех по модулю нашего П. Ну да. Существует тогда 3. Да. Не существует тогда 0. Вот такой ответ. Но вот сразу сказать, при каких П извлекается кубический корень из минус трех, пожалуй, я не решусь. Это тоже прогрессика? Сейчас, сейчас, сейчас. Значит, ты говоришь, что если корень извлекается, то их сразу три. Сразу три. А если извлек... А, ой. Не, 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 не. Стоп, стоп. Не так. Значит, неправильно сказал. Не так, все. Значит, сейчас я скажу. П равно 3К плюс 2. Отсюда ровно одно решение. Это да. А вот если П равно 3К плюс 1. Да. Вот тогда либо ноль, либо три. Очень хорошо. В зависимости от корня кубического из минус трех существует он или нет. Потому что если он существует, то он будет в количестве три всегда представлен. Да. Но этот вопрос, значит, вот замечательно. Какой-то, опять же, тут вот арифметическая прогрессия появилась, но все-таки до конца мы не разобрались. Не разобрались. Не разобрались. Значит... Я даже не знаю, насколько это просто. Да. Но это, кстати, эквивалент на то, что он существует из трех, потому что из минус единицы корень кубический существует всегда. Да. Поэтому вопрос вот в этом, да? Когда по модулю П существует корень кубический из трех? Вот что-то я как-то не знаю. Да. То есть, то есть, то есть, вот раньше у нас ответ зависел от остатка П по какому-то модулю. Да. Вот здесь такого ничего нет. Нельзя, не существует какого-то такого числа, там, 127, что если П имеет остаток, там, 6 по модулю 127, то ответ такой, а если другой, если остаток, там, 7, то ответ другой. Выпишу простые числа, вот подряд, по которым будет существовать корень кубический стройки, это будет абсолютный хаос. Абсолютный хаос. Тем не менее, значит, тем не менее, он был, значит, математик Дедекинт, а также, а потом Гекки, обнаружили, что хаос, конечно, хаос, то есть, вот никакого такого простого ответа, как, в первых двух примерах у нас был, нету, но тем не менее, что-то сказать про эти числа можно. Так, это я не знаю, да. И чтобы сказать, давайте вспомним очень общее понятие, которое у нас было связано с любой системой уравнений. Понятие зета-функции. Так. Многообразие. Давайте, значит, к этому примеру мы сейчас вернемся, я даже его не буду стирать. Не будем стирать, эксклюзивы быстрее, да. Но, значит, давайте вспомним, что такое зета-функция. Да. Значит, вот у нас вот есть система уравнений, как раньше было, F1, F2, Fm, все это равняется нулю. Да, от n, это произвольно, Да, абсолютно произвольно. Значит, что же такое зета-функция? Ну, значит, как-то одно определение было такое, очень общее, которое на прошлом у Миши Фингтенберга, да. В чем же оно заключалось? Мы считали количество решений. Мы считали количество решений, где? По модулю P, а потом? По-моему, еще и по модулю всех расширений, над P. По модулю всех расширений. Они все по одному. А, P, а штука P? P простые? Да. И там, сейчас, было ли условие, на какие именно простые? Я что-то пытаюсь вспомнить. Ну, определение было два. Одно определение годилось вообще для любого системы уравнений. Так. И оно было в терминах, вот там, неприводимых в многочем, максимальных идеалов в некотором кольце. Так. Максимальных идеалов. Вот давайте я напомню, через него будем определять. Это самое общее. Самое общее, да? Самое общее. Они связаны. Значит, давайте возьмем такую вещь сделаем. Итак, зета-функция да, возьмем вот с каждой такой системой системы уравнений. Системы, значит, зета-функция. Значит, вот-вот мы с таким, такой системой уравнений ассоциируем некоторое кольцо. Это просто кольцо полиэнеральных функций на множестве решений. вот этих уравнений. Ну, то есть, вот у меня есть племиальные функции. Все вообще многочленные, целыми концентрами. И я хочу фактор взять, да, то есть, я хочу некоторые из этих функций равны нулю на множестве решений, например, функции f1, f2, fm, и я хочу взять фактор по вот такому вот, по тем, которые, значит, равны нулю. Ну, вот просто по этим, да. По нашему. То есть, берем идеал, порожденный вот этой вот левыми частями. Да. Факторизуем. И, естественным образом, это и есть полиэнеральные функции на множестве решений, потому что, если я, если две полиэнеральные функции различаются на какую-то, значит, на какую-то комбинацию вот этих, да, какую угодно, с многочленами в виде коэффициентов, с любыми, то очевидно, что они принимают одно и то же решение, одно и то же значение в любой точке. Вот, да, действительно. Да. Вот. И z-функция, она определяется в терминах максимальных идеалов вот в этом кольце. А что такое максимальный идеал, да? Ну, если у меня есть идеал, то я могу взять по нему фактор. И вот если у меня кольцо такого типа, то есть это фактор кольца многочленов, оно конечно порожденное, вот оно порождено вот этими штуками. Да, порождено всегда. То вот этот, для любого максимального дела, вот этот фактор, он будет не очень, он будет конечным, это фактор по максимальному делу, это всегда поле, это всегда поле. Но вот это поле, оно всегда будет, оно будет всегда конечным. То есть это какое-то всегда FQ, конечное поле. Да, это оно будет, сейчас, а, подожди, никаких простых чисел у нас пока? Ну, значит, утвердается, что для любого максимального идеала фактор... Сейчас, а мы что-то по модулю P или нет? Нет, никакого, P мы не фиксируем. Мы рассматриваем все максимальные идеалы. Но я утвердаю, что фактор всегда будет конечным полем, у него будет какая-то характеристика, да, это будет, оно будет содержать поле F, P. Сейчас, а все-таки вот P, это что за P? А, это очень хороший вопрос. Как же понять, что за P отвечает максимальный идеал? Ну, вот в этом, как и в любом другом кольце, у меня есть, содержится Z. Ну, по крайней мере, Z сюда отображается. Давайте я возьму M и пересеку его с Z. А, подожди, сейчас, то есть, сейчас, 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 сейчас. То есть я рассмотрю минимальное число, которое, целое число положительное, которое содержится в этом максимальном идеале. Утверждается, что такое существует всегда, ну, иначе бы фактор был бы бесконечным. И это число, оно, безусловно, должно быть простым, потому что, если это число, максимальный идеал, он, в частности, простой идеал, Поэтому это пересечение, это и есть простой идеал. Но этот простой идеал, это и есть вот эта характеристика. Вот эта P, которая здесь возникает, это и есть характеристика вот этого поля. Так? Значит, я как бы все максимальные идеалы могу разбить на такие группы. Так, это как строить все максимальные идеалы в кольце многочленов с целыми клицентами? Да вообще в факторе, в любом кольце, да? В любом неконечном будет, да? Ну, конечно, порожденном кольце, да. Нет, я имею в виду, что вот это будет неконечным. Да, важно, что это кольцо конечно порождено. То есть, конечно порождено, это означает, что это фактор кольца многочленов. Ну да, но если здесь C, например, стоит, то там будет C. То есть здесь важно, что Z. Да, да, да. Так, значит, Z, и мы берем максимальные. Так, а эти идеалы, они нарощены над этим, они являются... Тут, кстати, M, и тут M. О, да, 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 давайте, давай, может быть, здесь. Сделаем, спасибо. Так, слушай, то есть вот эти идеалы, которые ты здесь рассматриваешь, они нарощены над этим или это произвольные максимальные? То есть они включают в себя вот этот идеал обязательно? Это идеалы в этом кольце. А идеалы в этом кольце. И вот это то же самое, что... А, в смысле, я все-все-все-все. Это то же самое, что идеалы здесь, которые включают вот это. Все-все-все, правильно, да. Ага, то есть мы рассматриваем так, все идеалы в кольце многочленов, можно так сказать, просто во всем кольце многочленов, которые максимально и включают в себя идеал этой системы. Да. Значит, как вообще про такое можно думать? Ну вот, вот если, значит, каждый идеал определяет отображение, ну, гомоморфизм из кольца вот в конечное поле. Ну, да. Так, каждый идеал определяет соответствующие. Да, да, да. Ну, а задать отображение из кольца А в конечное поле, это то же самое, что задать решение вот этой системы уравнений в этом поле. Так, сейчас задать отображение отсюда, сюда. Это что? Это нужно каждому икс этому сопоставить какой-то элемент конечного поля, но так, чтобы... К каждому многочлену. Да, да. То есть... Каждый образующий. Каждый образующий, а потом многочлен переходит в многочлен. Да, ага, но нужно, чтобы вот это вот переходило в ноль, иначе некорректное... Иначе не получится, да. То есть... То есть сейчас, каждому... Каждому этому сопоставляется что-то отсюда. Да. Значит, нужно, чтобы эти все... Этим всем сопоставлялся ноль. Ну, то есть по каждому идеалу у меня получается решение вот этой системы вот в этом конечном поле. По сути, да. Вот. Так, это надо как-то привыкнуть. Хорошо. Надо привыкнуть. То есть, ты многочлену x1 сопоставил какое-то число, многочлену x2 еще какое-то число и так далее. Да. И тебе нужно, чтобы многочлен f1, взятый теперь вот этого, того, что получилось, был бы равен нулю. Да. Но он будет многочленом от этих чисел. Да, да. А значит, он будет... Это условие на то, что он равен нулю. Тешка второй, третий и так далее. А, ой. То есть, максимальные дела, они связаны с решениями вот этой системы уравнений в разных конечных полях. Да. Вроде бы да. Вроде бы так. Сейчас мы точно сформулируем, какая связь. Но перед этим, значит, давайте... Давай вспомним, что нам рассказывал Миша. Миша, значит, вот зета-функция. Зета-функция бывает у многообразия. У нас многообразие афинно. И все, что нам надо про него помнить, это то, какие помеальные функции на нем. Вот это вот кольцо. Поэтому это как бы зета-функция, это инвариант кольца. Ну, у нас будет инвариант кольца. Значит, кольцо. Про кольцо мы предполагаем только то, что оно конечно порождено над z. То есть, это фактор кольца многочленов. Да. Почему-то. Нам не нужно вот эти образующие фиксировать. А. Ну, потому что, если мы взяли какой-то идеал... Да, да. Тут я не фиксирую. Вот я определил, вот я сейчас напишу определение. Ну, да. Это просто можно было другие образующие фиксы, да? Да, да, да. То есть, как бы все функции, сблиняющиеся вот где-то. Значит, я... Значит, определение такое, что надо взять произведение по всем максимальным идеалам кольца. И произведение, собственно, чего берется? Да, вот это я уже вспомнил. Давай, давай, давай я сотру. Значит, это будет 1 минус 1 минус... Значит, вот если у меня есть максимальный идеал, то я могу взять фактор по этому максимальному идеалу. И посчитать количество элементов. Посчитать количество элементов. То есть... И возвести в степень, ну, минус s. Угу. Так удобнее. Так. Чтобы... Почему я хочу минус s? Ну, значит... Ну, например, вот если... Самый простой пример, когда а это z. Любой максимальный идеал, это просто... Их столько, сколько простых чисел. И получается обычная z-функция Риммена. Да, да, да. А это, значит, z-функция произвольного конечного... Чтобы она где-то сходилась, короче, да? Ну, она иначе... Ну, нет. Ну, это вопрос соглашения, иначе z-функция Риммена сходится. Там, когда вещественная часть больше единицы, иначе... Да, да. Это вопрос соглашения. Ну, значит, соглашения такие. Так. Вот, то есть для каждого... Сейчас, это кольцо. Конечнопорождённое кольцо. Да. Ну, пока надо считать, что это какой-то фактор кольца многочленов, да? Да. В принципе. Да. Ну, это по определению. Конечнопорождённое кольцо над z. Ну, как бы над z, да? Конечнопорождённое кольцо над z. Да. Мы берём в нём все максимальные идеалы. Все максимальные идеалы. И по ним берём такое произведение. Пока не утверждается ничего про то, где оно сходится. Оно сходится, если вещественная часть S достаточно велика. Но я доказывать это не буду. Это очень факт про любой систему. Вот так, да? Да. Можно на секундочку в это поверить и продолжить, да? Да. И, наверное, как-то с количеством переменных связана зона сходимости. Вот так, да. Вот. Хорошо. Значит, давайте немножко эту формулу преобразуем. Значит, вот у нас мы каждому идеалу максимальному сопоставили некоторое простое число. Я напомню, что мы можем взять максимальный идеал и пересечь его с Z. И тогда мы получим максимальный идеал в Z, то есть вот некоторое простое число. Давай разобьем в это произведение по простым числам. Да. Значит, тут у нас будет произведение по P. А произведение чего мы берем? Ну, мы берем тоже произведение. Вот такое же. Ну, только теперь у нас мы берем произведение по всем максимальным идеалам, которые содержат число P. Да. Да. Да? То есть, если максимальный идеал содержит число P, это означает, что вот это пересечение, ну, оно тоже содержит число P, но оно не может быть больше, потому что P уже максимальный. P максимальный, да. Z. Значит, таким образом то, что, значит, мы тут должны взять вот такое вот произведение, состоящее по максимальным идеалам, содержащим P, или что то же самое максимальным идеалам в A фактор по P. Сейчас, слушай, а может, я, может, дурацкий вопрос, но может ли быть, что он вообще вот содержит весь Z? Нет. Не может, да? Максимальный идеал. Ну, во-первых, потому что Дабон содержал единицу. А, единицу, все-все-все, единицу, значит, что все вообще. Потому что это многочлены, а она все равно в них сидит. Ага. Так. Так, 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 да. А, слушай, разница с C в том, что если поставить C, то никаких комплексных чисел никогда ни один такой максимальный идеал содержать не будет. А здесь все-таки некоторые будут, а именно вот, может, красный простых, может, да? То есть, а бывает те, так, а, те, которые не содержат ни одного целого числа, они просто не максимальны по сути, потому что можешь добавить любое простое, и будет максимальный, да? А, и вот, вот где разница. То есть, на самом-то, социалисты многочлены несколько сложнее устроены, чем C-шные, да, получается. То есть, там, как бы, мне кажется, какая-то теорема Гильберта о нулях была, да, что они все вообще имеют вид X минус что-то, X минус что-то, да? Ну, это там, может быть, на C, да, максимальные идеалы, они все... То есть, соответственно, хрен знает что. Ну, как хрен, что значит, в чем заключается теорема Гильберта о нулях, действительно, что любой максимальный идеал на C, да, состоит из всех полиномов, которые обращаются в ноль в какой-то точке. Ну, да, да. Ну, а здесь почти то же самое. Ну, что это означает, что... Давай переформулируем теорему Гильберта о нулях. Теорема Гильберта о нулях говорит, что... Что любой максимальный идеал — суть ядро какого-то гомоморфизма из-за овцы. Ну, да. Ну, потому что X1, X2, Xn переходят... Ну, просто в значение... Да, да. В эту точку, да. А здесь любой максимальный идеал является ядром гомоморфизма из А в какое-то... Ну, не обязательно поле ФП, но в поле ФУ. Да, и здесь... Почти то же самое. Ну, да, по всем П еще. То есть, вот разница в том, что здесь сразу живут по всем П. Да, да. Значит, вот мы так вот переписали, ну, более-менее... Давай теперь заметим, что вот такие вот идеалы, идеалы, которые содержат число П, это то же самое, что и делал фактор кольца А по П. А... 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 Сейчас... То есть... Ага... Так... Сейчас я подумаю. Да, вместе с любым... Вместе с П, все многочлены, которые имеют коэффициенты, делящиеся на П, они как бы, ну, автоматом попадают туда, просто умножаются на П, любой, то есть, есть в этом идеале, который содержит П, заведомо содержится любой полином от N переменных, все коэффициенты, которые делятся на П. Да. Вот. А значит, по модулю, ну, него просто получается, что коэффициенты нужно в остатках брать. Да. Ну, как бы, да? Примерно, да. Ага. То есть, ага, вот это уже интересно. То есть, ты берешь, теперь, значит, ты факторизуешь это дело, то есть, ты еще дополнительно факторизуешь, вот у тебя был вот этот вот, теперь ты еще и считаешь, что они все по модулю П. Да. И различаешь, а, да, и решения уже у тебя идут. Соответственно, естественным образом появляются именно по модулю П. Да. Хорошо. Значит, таким образом мы вот эту дзета-функцию записали как произведение тоже дзета-функции, но вот уже вот таких вот колец. Распалось в... Да. Ну, а что такое дзета-функция такого кольца? Ну, это... А, да, 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 да. То есть, здесь, вот здесь собраны все идеалы, которые живут в этом кольце. Да, да. Потом все, которые в А по Ку, все, которые в А по ИР и так далее. Да, да. И ты фактически записываешь эту функцию в каждом таком кольце отдельно и их перемножаешь. Да. Так. Значит, мне хотелось бы оставить вообще все, что здесь написано, и написать еще одну формулу где-нибудь. Я просто хотел напомнить, что нам рассказывал... Может быть, здесь попробуем? Миша в прошлый раз. Давай здесь. Вот. Поменяемся местами, и ты напишешь... Давай, давай, я формулу сейчас напишу. А я пока буду вкуривать вот в это. Я вот хочу написать, вот просто напомнить, что вот это вот доказывал Миша. Это не очень сложно. Вот, значит, давай вспомним другое определение вот этой вот зета-функции. Вот такого вот кольца, которое просто в характеристике P. Оно уже в характеристике P. Да. Значит, ну вот мы тут обсуждали, что максимальные идеалы, они связаны с гоморфизмами из кольца А. Но в данном случае это будет А-фактор по P в конечные поля, но поскольку у меня тут будет, это конечные решения будут F, P. P у меня фиксировано. То есть они связаны с решением этой системы уравнений. Над F, над F, над F, над F, да, над F. Я напомню точную формулу. Формула была такая, что надо было взять, значит, экспоненту, ну, как ряд просто, значит, экспоненту. От такого ряда надо взять, было сумму N. Значит, я сейчас определю, что это за число. А здесь было число P в степени минус S. Вот такая вот была формула. И сейчас здесь N, N. Это число решений в решении степени N, да? Да, да, в F, P в степени N, да. Значит, ее несложно доказать. Тут, собственно, доказательство, идею я почти сказал. Вот мы, значит, видим, что, значит, задать максимальный идеал, что максимальный идеал, он определяет такое вот субъективное отображение в некоторое конечное поле. Да, да, да. Ну, значит, это конечное поле, оно, ну, оно состоит из F в степени N элементов, оно изоморфно, F в степени N. Ну да. Но изоморфизма, мол, у меня канонического нет. Его нужно выбрать. У поля F в степени N есть сколько-то автоморфизмов. Собственно, вот N автоморфизмов и есть. А, это фрабениусы в разных степени? Да, да. Ну, вот с этим надо немножко поиграть, и получится такая формула. Вот. Это упражнение про конечные поля, ничего больше. Вот. Значит, вот так зета-функция связана с числом решений. То есть это та же самая. А это как бы такое вот произведение еще по всем полям. То есть вот, как бы, зета-функция, она, вот если я знаю, чтобы посчитать зета-функцию, надо знать число решений вот той вот системы уравнений над всеми конечными полями, всех характеристик. Да. По одному, потому что они вообще по одному. Они все. Да. И оказывается, что, ну, вот у нас были какие-то числа такие, там, c, p мы их обозначили. Да, 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 да. И, значит, если мы хотим как бы понять как-то, как устроена эта последовательность, надо какую-то производящую функцию написать. Вот оно, да. И оказывается, что правильно писать производящую функцию вот таким вот образом. Вот она творяет какими-то свойствами, хорошими свойствами, вообще для любого многообразия. Это не совсем доказано для конечного многообразия, для многообразия над конечным полем. Это вот были гипотезы, или они-то как раз доказаны. Там, после замены переменных, если вот p степени минус s положить равным t, то главная теорема была, да, про которую Миша рассказал в прошлый раз. Что вот то, что здесь написано, как функция вот от этого, она рациональна. Всегда. Всегда рациональна. А, конечно... Это доказано, да? Это доказано, это доказал, но сначала это доказал, это была гипотеза. Вейлия сформулировала гипотезу. Нет, доказал это сначала Дворк, а потом несколько, по-моему, через пару лет, такое более концептуальное доказательство. Доказательство Дворка тоже очень интересное, но такое более геометрическое доказательство придумал Гротендик. А, Гротендик, а с Делиней я перепутал. А Делиней доказал тоже очень, ну, такие гипотезы Вейлия, они стоят из трех частей. Там вот первая часть, это рациональность, потом там есть функциональное уравнение для зета-функции. Про функциональное уравнение мы сейчас еще поговорим. Есть еще одна гипотеза про нули и полюса вот этой рациональной функции. Это как бы самая сложная часть, ее доказал Делиней. Ага. Но, хорошо, значит, про функциональное уравнение нам сейчас придется поговорить. Значит, давай вернемся к вот этой задаче. И никакого комплана не будет. Значит, давай вернемся к вот этой задаче. И посчитаем зета-функцию. Посчитаем зета-функцию. И что, и мы поймем, когда сколько решений после этого? Нет, мы не поймем, но мы, по крайней мере, сформулируем некоторые осмысленные утверждения про число решений. Да, понятно. Понятно. Да. Не находя его ответа, но... Не находя. Да. Значит, ну как, давай, вот у нас есть кольцо А, которое у нас будет z от x-фактор по x в кубе плюс 3. Ну, да. Да. И давай, значит, попробуем понять, чему равняется... Ну, вот напишем эту формулу. Значит, давай посчитаем локальный множитель. Да. Так. Значит, для того, чтобы это сделать, нам надо посчитать, значит, выяснить, вот что такое А. Что такое вот у нас А-фактор по П. Давай посмотрим. Что я здесь напишу. А-фактор по П. Да. Ну, А-фактор по П, это надо взять fp от x. От x и его убить по x кубик плюс 3, да? x кубик плюс 3. И нас интересуют максимальные идеалы в этом кольце. Что же такое максимальные идеалы? Это идеалы вот в этом кольце максимальные, которые содержат... x кубик плюс 3. Да. То есть, другими словами, это просто делители, они отвечают неприводимым делителям вот этого многочлена. В этом кольце. В fp. Да. Что означает любой идеал максимальный, он порожден... Он главный, он порожден каким-то одним многочленом. И этот один многочлен должен делить неприводимым многочленом. Этот неприводимый многочлен должен быть делителем вот этого. Да, понятно. Вот наши условия. Значит... Да, но тут разные случаи, видимо. Да. Значит, есть два случая. Этот многочлен неприводимый. Да. Значит, это мы как обозначали? Это для простых. cp равняется... Ну, нет решений. Ноль. Не ноль, там одно ровно. Нет, но если он неприводимый, то это означает, что у него просто нет корней. Конечно, я глупость сказал, да. Значит, сейчас, x кубик плюс 3. Если, в данном случае, 3k плюс 1, и 3 не является корнем кубическим, тогда он неприводимый. Да, да. Значит, если решений нет, то есть cp равняется нулю, то ответ какой? Значит, есть один. То это уже просто максимальный идеал. Это поле вообще будет просто. Да. То есть, один максимальный идеал. Вот этот. Нулевой идеал. Да. Нулевой. Да, 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 да. И тогда, значит, чему равняется вот это число? Ну, p в кубе. p в кубе, да, да. Значит, 1 минус p в степени минус 3s. Ну, то есть, это, сейчас, вот это как бы просто фактор. Ну, понятно, что раз кубический, значит, будет степень поля расширения 3. Да, да. Сейчас он неприводимый был. Да. И мы, возможно, да, ну, вроде так, да. Да. Ну, давай посмотрим еще, значит, что бывает. Ну, бывает. Но это, сейчас, это в том случае, когда, значит, еще раз, это в том случае, когда p, во-первых, равно 3k плюс 1, а во-вторых, 3 не является корнем кубическим. Да. Да. А если p равно 3k плюс 1 и 3 является корнем кубическим, то ответ будет каким-то другим. Ну, давай мы сейчас посмотрим, значит, давай формально. Вот пусть cp, пусть получилось cp равно 1. Ты, по-моему, только что сказал, что такого быть не бывает, такого не бывает. Нет, я, нет, сейчас, сейчас, сейчас. Может ли быть, значит, значит, что означает 1? Если cp равно 1, значит, один корень есть, то есть, это многочленд факторизуется как полинейное линейное и квадратичное, а квадратичное уже неприводимое. Вот, 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 вот так, да. Да. Это для 3k плюс 2. Хорошо. Правильно, да? Это для случая 3k плюс 2. Значит, тогда что, какой ответ? Это 1 минус, 1 минус, по их степени, минус s, да, это у нас есть 1, значит, у нас... Это тот, который линейный. Да, то есть, у нас, как бы, какие максимальные идеалы? Вот этот многочленд разлагается в сумму произведения линейного и квадратичного. Да. И идеал у нас ровно 2. Ровно 2. Раз и 1, соответственно, минус 2. Да. Красиво, интересно. Значит, cp равно 1. Да, да, да. И cp равно 3. Да. И cp равно 3, значит, cp равно 3. 2 не бывает совсем. 2 не бывает, да. cp равно 3, да. Правильно. Значит, тогда у нас 3. Есть 3 разных фактора. Но я буду считать, что p не равняется... А, это мы раскидали его по... Тройки, тройки, значит, там это особый случай. Да, да, да. Это вы равны бог с ним. Значит, и тогда это будет 1 минус p в степени минус s. В кубе. В кубе. О, замечательно. Так, то есть, подожди. То есть, а факторы, они, на самом деле, отличаются буквально подкруткой на корень из единицы кубический. Но это не важно. Да, 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 да. Они все три разные идеологи. Все максимальные все-таки хорошенькие. Важно, чтобы корни из единицы были разные. Это достигает, если по и не равна тройке. Да, конечно. Вот. Значит, таким образом, вот эта локальная джета-функция, так сказать, вот этого фактора, она как бы нам позволяет вынесет ту же самую информацию, что и число cp. Да, да, ну, да, да, ну, в принципе, да, понятно сразу. Если я вижу это, значит, вот так было. Если я вижу это, значит, это так было. Значит, вот. Вот это... Пока непонятно, как это свернуть, да, во что-то. Мы же не знаем, при каких p это происходит, да? Совершенно не знаю. И, собственно, свернуть никакой формулы для cp я предложить не могу. Ее нет. Ну, в том смысле, что нет, как бы не очень понятно, в каких терминах. Нельзя еще раз это выяснить. Ответ не зависит от остатка исключительно p по какому-то модулю. Это можно доказать. Это теорема. А если вот посмотреть на этот ряд, и в нем мы пытались искать закономерность, может быть, как-то, ну, каким-то, я не знаю, умным глазом, орлином, вот, те простые, где кори купили, или это не получается? Непонятно, непонятно, хаос. Но, тем не менее, он не совсем хаос. Оказывается, что вот эта зета-функция, она удовлетворяет функциональному уравнению. Значит, я данным... вот, значит, функциональное уравнение я сейчас выпишу. Значит, функциональное уравнение... А у нас вот такое вот кольцо. Ну, кстати, рациональность от t равного p в течение минус s здесь хорошо видна. Да, и зета-функция, действительно, хорошее замечание. Значит, зета-функция, она связывает, функциональное уравнение, но связывает значение вот этой функции в точке s и в точке 1 минус s. И, значит, давайте я его выпишу, она немножко... Я его выпишу в этом случае. Вообще, прелесть в том, что это невероятно общий результат. Можно было бы в качестве вот этого многочлена поставить все, что угодно. Многочлен 11 степени. И тоже есть, как бы, можно написать абсолютно явно. Один многочлен или система? Система, это была бы уже гипотеза. Которая влечет теорема Ферма, например, в большую. То есть гипотеза удивительна, что вот теорема Ферма, какое-то такое странное утверждение, оно очень-очень частное. И, ну, там непонятно, почему вообще его можно доказать или опровергнуть. Ну, бывают же какие-то в логике, там есть результаты. Может, это просто нельзя, как бы, не существует доказательство. Но вот немецкий математик Фрей в конце, во второй половине, 20-го века, да, он как бы обнаружил, что теорема Ферма следует из утверждения невероятного общего. Вот про все многообразия. Вот, значит, это про то, что джета-функция удовлетворяет некоторому функциональному уравнению. Это совершенно замечательное утверждение. Как бы, что вообще, вот мы, как мы, можно ли объяснить, вот философский такой вопрос, вот что, собственно, содержательно в математике? Вот как бы, как это можно, вот ты видишь какую-то теорию, вот какой у тебя критерий? Ну, у меня очень простой критерий. Да. Мне должно быть, а, очень сложно, и, б, очень интересно. То есть, я даже в какой-то момент, когда я занимался мат-экономикой, было огромное количество ужасного, просто ужасной макулатуры, там, 90% всего, что писали коллеги, было полной макулатурой. И, значит, я на конференциях там, я говорю, давайте вот что, давайте закроем вопрос практического применения, который невозможно установить ни для одной из излагаемых здесь теорий. Они тут, как бы, употребляются какие-то слова. Но, на самом деле, никогда ни один практик не будет вас слушать, поэтому практическое применение реально можно полностью забить. Поэтому давайте исходить из следующего очень простого критерия. Например, если ваша теория математически красива, эстетична, и ваш доклад приятно слушать, то это означает, что это хорошая работа по экономике. Вот, я просто придумал такую формулу, я с ней жил там несколько лет, я таким образом оценивал приходящие мне на лицензию, да? Вот. Ну, то есть, по сути, там, эстетически нравится дать ход там, или унылое гря, не давать ход, да? Ну, да. Но это все-таки... Очень маленькая прослойка тех, которые действительно прямо с завода пришли, вот прямо с завода, да? Вот нужно вот посчитать конкретную суть конкретного завода, я говорю, ну, если есть, ну, там, человек с завода, который подтверждает, что вы сделали хорошую работу, значит, все хорошо. Но это исключение. Обычно писанина была никакого отношения, конечно, ни к чему не имела, просто человек испражнялся в математике с употреблением терминов из экономики. Ну, и вот я говорю, красиво берется. То есть, для меня два, два критерия, да? И в обычной математике для меня ровно те же критерии. Это должно быть очень сложно, и это должно быть эстетично. Мне нужно, чтобы это было красиво, мне бы хотелось... Ну, да. Я вот предлагаю такой критерий эстетичности здесь. Вот теорема, гипотеза, с одной стороны, она должна быть очень общей. Вот, например, эта гипотеза про функциональное уравнение для всех систем уравнений. Для всех многообразий вообще, да? С другой стороны, должны быть частные случаи, в которых она совершенно нетривиальна. Да. В которых можно что-то посчитать. Вот здесь она нетривиальна, и можно посчитать, да? И она доказана. Она доказана, она доказана гипотеза. И я сейчас напишу, я напишу, это запомнить не так просто, и не нужно. Но, значит, функциональное уравнение пишется так. Немножко эта функция модифицируется. Я определю такую вот функцию лямбда от s. Она получается из этой самой вот зета-функции, которую мы тут брали, ну, умножением на нечто. Значит, тут вот так. 27 поделить на 4π в кубе, это еще не все. В степени s пополам. И сейчас будут еще одни поправки. Значит, гамма от s. Это из материала, да? Это функция гаммы. Да, 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 s пополам. Вот. И вот если такую функцию написать, то тогда функциональное уравнение записывается, что гамма 1 минус s равняется гамма с. Опа! Вот. Это, собственно, теорема Гекки. И он ее доказал вот всегда, когда есть одно уравнение от одной неизвестной. Вот. Это называется в этом случае зета-функция дедекинда. Бывают зета-функции числовых полей. Вот бывает зета-функция поля q, это зета-функция Риммана. Числовых полей, да. И дедекинд обобщил это для числовых полей. Вот это она и есть. Числовые это просто лежащие в те, да? Числовые это те, которые конечные расширения поля q. А, поля q. Ну, то есть лежащие в те и конечные расширения. Да, да. И это все вот про такие, это частный случай зета-функция дедекинда, это частный случай вот такой зета-функции, когда в качестве кольца берется вот просто фактор полиномов по полиномов с целыми коэффициентами по одной уравнению. Блин. Ага, это вот те, ну да, понятно, те числа, в которых там пытались решать. Так, я еще чеки, да? Да. Типа того. Вот. Вот это вот верно, да? Да, вот это верно. Для всех уравнений. Да. А если это верно для всех многообразий, то верна великая теорема Ферма. Да. Значит... И это неизвестно пока, верно ли для всех уравнений. Это неизвестно. относительно не такого преобразования, когда S в 1 минус S переводит, а будет S переходить с K минус S, да. То есть, это АК нужно посчитать именно как коразмерность правильно посчитанную. Да, да. То есть, если, например, два переменных... Одно уравнение, то K будет двойкой. Вот мы сейчас ровно этот случай посмотрим. В одном случае, в одном случае, значит, вот это вот функциональное уравнение, оно доказано. Вот это нулевая, да? Фактически это нулевая. Она оказана в нулевой размерности и есть, как бы, один класс. В размерности 2 она уже совершенно неизвестна, но за исключением одного класса примеров. Именно в размерности 2? Да. А размерность 2 мы пропускаем, да? Из кубических уравнений. А! Нет, это размерность... Это как бы 0, да? Я считаю размерность... Ну, как у Z, я считаю размерность A1. А, ты Z добавляешь, да? Да, такой как бы... Размерность 0, это если было бы... И вот эту штуку я бы еще добавил к ней еще одно уравнение. P равняется 0. То есть, если бы у меня такое над конечным полем все было бы... Вот это была бы размерность... А, сейчас, то есть, как бы... А это размерность A1. Есть какой-то строгий, да, смысл, в котором Z от X имеет размерность 2, а не 1? Да, да. А именно надо рассмотреть цепочку, максимальную цепочку простых идеалов в кольце. Вот, например, в Z максимальная цепочка какая? Просто причисловка... В Z от X их, значит, можно взять такую цепочку. Можно взять Z от X. А, вначале какой-нибудь обычный многочлен, а потом просто число, да? Да, да, да. X, а потом еще X и P. Ага. А, вот, вот. Сейчас. Ну ладно, только в другую сторону, да? X содержится. Да, да, да. Правильно. То есть идет, значит, сколько нетривиальных, сколько нетривиальных простых идеалов, да, может влезть. Да. Это размерность кольца, да, просто так называется, да? Да, да. Вот размерность кольца. А, и поэтому мы здесь все-таки размерность 1, да, имели в виду? И для размерности 2 уже эта гипотеза... Ну, в общем случае абсолютно открыта, а в случае, значит, мы сейчас ее будем обсуждать для очень... для уравнений второй степени, третьей степени от двух переменных. Да. И где это называется, эту гипотезу? Ну, про нее... Сейчас, сейчас я... Это связано вот с доказательством Великой Тереми Ферма? Да, да, это ровно то, что и связано, собственно, значит... Просили доказательство Великой Тереми Ферма? Сейчас кое-что про это будет, кое-что. Нет, ну, кое-что. Я приведу всего лишь один пример, чтобы понять, когда будет доказательство Великой Тереми Ферма. Да. Ну, да. Значит, давай еще один пример посмотрим. Пример. Значит, сейчас мы будем рассматривать то, что называется эллиптические кривые. Значит, у нас будет одно уравнение третьей степени на две переменные. Ну, я хочу конкретно. Вот я, например, возьму такое уравнение y в квадрате плюс y равняется x в кубе плюс x в квадрате. Ну, в принципе, я мог бы взять любое уравнение третьей степени. Так, я хочу, простите, я тут... Значит, почему я хочу такое? Ну, я хочу как бы написать конкретное утверждение в данном случае. Вот. Значит, по-прежнему мы считаем число решений. Число решений нас интересует в конечных полях. Да. И вот я сейчас напишу ответ, собственно, гипотеза, которую предложил Шемура, Даньяма, потом Вейль. И потом Вайлс доказал, это что ответ, да любой, в уравнении третьей степени, имеет вот такой примерный вид, как я сейчас сформулирую в этом случае. Точное и абсолютное утверждение. Значит, ответ вот какой. Значит, давайте сделаем маленькую замену перемен. Давайте возьмем, вот вместо этой последовательности рассмотрим другую. АП равно П минус СП. Они все правильное количество П, да, имеют? Потому что, ну, грубо говоря, если я перебрал иксы от одного до АП минус один, да, ну, их примерно П оказалось. И для каждого вычислил значение, а слева просто излег как-то квадратный корень, ну, потому что там всякие законы взаимности позволяют. Да, вот, кстати, это очень хорошее замечание. Вот мы тут обсуждали, что есть три гипотезы Вейли про уравнение над конечными полями. Вот есть, значит, гипотеза про рациональность. Мы сейчас еще посмотрим, что она означает здесь. А есть гипотеза, вот, самая сложная, которую Делинь доказал. Так. Вот для лептических кривых до кривых третьей степени. Да. Это совершенно конкретное утверждение. Я вот его здесь напишу. Давай, давай. Да, что, что вот ЦП минус П по модулю меньше, чем, меньше, равно чем два корня из П. А, что-то я где-то видел это. Ну, вы устанете. В какой-то книжке я это видел. И еще я как раз, я думал, что, я думал, что это мне вполне логично, потому что в среднем будет по одному решению для каждого икса. А, в среднем, ну, как бы, либо два, либо ноль из-за квадратичного закона взаимности. Ну, половина квадрата, половина не квадрата, да? Ну, да. Не очень понятно, потому что тут удивительное утверждение. Значит, примерно утверждается, что так, что точек, что решение столько же, сколько точек напрямую. Ну, да, 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 да. То есть, как бы. Не сильно отличается. То есть, вот, ну, вот я могу каждому такому решению, икс, 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 вот с таким соотношением сопоставить просто число из конечного поля, икс. Ну, да, ну, типа, да. Да, значит, теперь вот если я фиксирую икс, то сколько бывает, сколько можно найти икс, чтобы вот это выполнилось? Два или ноль. Да, ну, кроме случая. Да, ну, вот утверждается, что действительно, что среднее ровно пополам все делится. Так случайно получается. Ну, да, хотя совершенно не очевидно, что вот эти, когда я подставляю от единицы до p-1, что значения этой функции будут равномерно тоже раскиданы между 1 и p-1. Если бы они были равномерно раскиданы, то все было бы очевидно. Да, да. А если нет, ну, да. Какая-то такая равномерность. Оказано, что некоторая часть равномерности сохраняется через... Удивительно. Непонятно, как вообще это можно доказать, да? То есть это вот... Я не могу представить себе методы, вот которыми это делается. Но, видимо, надо просто расти на них. Да, круто. Вот. Ну, хорошо. Значит... То есть это для всех кубических кривых? Или это вообще для всех? Для всех, значит, если кривая рода G. Сейчас мы обсудим, что такое род, да? То есть род это что? Вот это взять уравнение, да? Комплексное. Можно комплексными числами. Это получится поверхность какая-то такая. И это сфера с ручками. Вот количество ручек это и есть G. Ну, да. И в общем случае здесь надо было поставить G. Все, понял, да. А здесь единица, потому что одна ручка. Да, да. Вот. Я помню, я в независимом университете, когда я пытался там учиться на первом курсе, была задача вот нарисовать... Нарисовать вот это вот множество, да? И я с удивлением обнаружил, когда рисовал долго-долго-долго, что там вот получается Тор. Я с жутким удивляю. А потом прочел в книге, что это всегда так происходит. А вот мы сейчас попробуем это выяснить, почему это Тор. Сейчас, значит, к этому чуть-чуть вернемся. А давай, значит, сначала вот я сформулирую, что же, собственно, гипотеза. Вот эти небольшие числа, которые в пределах корня СП. Что же она утверждает? Так. Вот просто, вот совершенно конкретное утверждение. Конкретное утверждение заключается в том, что мы сейчас эти числа в некотором смысле вычислим. Решение. Вот. Значит, до этого мы рассмотрим такую функцию. f от q. Она называется модулярной формой. Значит, это будет q. Это будет произведение по всем n. 1 минус q в степени n в квадрате. И умножить на произведение по всем n. 1 минус q в степени 11n. Ой. В квадрате. Внезапно. Вот такая функция. Внезапно. Почему 11? И утвердается, что если эту функцию разложить в ряд, господи, то получится вот эти числа. Что? Подожди, это только для этого уравнения, да? Только для этого, но утвердается, что, значит, эта функция, которая здесь... Вот эти 100, да, плюс-минус. Да, да. Собственно, вот это есть... Вот это вот факт сам по себе. Вот его так доказать. Какой-то просто... Не то, чтобы просто. Это наркотический. Это наркотический какой-то факт. Но это... Значит, это было, конечно, вот для этой конкретной кривой еще доказано до Уайлса. Но это требует усилий. Это потребовало усилий. Много математиков приложило к этому руку. То есть, смотри, вот просто берем эту функцию, да? Да, да. Это, ну, грубо говоря, это обычное выражение от Q. Его можно разложить и превратить в обычный ряд. Там будет видно, что при каждом Q будет только конечное количество в сумме, да? То есть будет видно, что это обычный ряд. И вдруг выясняется, что коэффициенты этого ряда это отличие от P чисел решений вот этого уравнения в конечных полях. Нет, подожди, не совсем так, наверное, сейчас. Нужно переписать потом этот ряд еще через простые, да, как-то? Или, подожди. Или коэффициенты при... Сейчас я не вполне понимаю суть утверждения. То есть, если я сделал... Вот у меня будет ряд, да? Ряд будет написан так. Альфа там 0 плюс альфа 1 Q, да? Альфа 2 Q квадрат и так далее. Дальше мне нужно его как-то переписать в виде бесконечного произведения? Или уже здесь я вижу C-шки? А-шки? Нет, ну, вот утверждение, что... Что АН для простого N совпадает с этим числом. Ты, конечно, можешь спросить... Для непростых, да. Для непростых. Это я сейчас... Давай на этот вопрос легко ответить. Они все выражаются через простые. Просто вот это выражение. Уже ничего больше не надо делать. Переписывать не надо ни как другого. Ну, вот здесь вот точное утверждение. Что вот это число равняется... Равно этому числу. Да. Ёкарный бабай. То есть, при простых N это ровно... Да, да, да. Да, да, все. Как это... Как это можно понять вообще, да? Да, это какие-то тайны бытия. Просто тайны бытия. То есть, это уже не может понять школьник старшего класса. Да. Ничего сложного в этом нет. Ничего сложного в том. Почитал количество решений, да? По каждому конечному полю. Просто остатков. Да. И выяснил, что это одно и то же. Охренеть. И что же с этими альфа-0, альфа-1, альфа-4? Вот непростыми, а? Ну, давай... Или что-то сложное? Не, не очень сложное. Давай я сейчас скажу. Давай я скажу две вещи. Значит, во-первых, что вот про... Что такое... Чем эта функция замечательна? Значит, вот эта функция... Давай, давай сделаем вот здесь вот замену переменных. Давай положим, что q равняется e в степени 2. Вот сама эта функция она удовлетворяет замечательному функциональному уравнению. Давай я его напишу. Так. Чтобы его написать... Альфа-0 не будет, забыл. У меня что-то сказать. Чтобы его написать, давай возьмем... Значит, сделаем такую замену переменных. Да. Потом там будет минус 2, а потом будет 1. Это видно, да? Ну, не видно. Я готовюсь. Надо же проверить, что это верно. Это быстро можно понять, откуда здесь. Только при n равно единице, да, возникает. А, нет, уже их квадрат. Да, да. Это значит... Минус 2. Минус 2 там, да. И больше коэффициентов нигде не может быть, потому что там только с 11. Да. Ага. Вот. Значит, давай сделаем такую замену переменных. Тут... Сейчас, я прости. Тут, значит, 2pi tau. Тау. Да. Значит, я хочу сделать из такой функции периодическую функцию с периодом 1. Угу. Значит, я просто подставлю. Ну, да. Давай я назначу g от tau. Да. Будет равняться значит, f от... Ты тоже tau в другую сторону пишешь. Кто-то меня спрашивал, в какую сторону писать tau все-таки в эту. Ну, ладно, да. Кто-то у меня был. Я не помню, кто на канале. Кто это был? В какую сторону пишется tau? А, нет. Мишенька. Мишенька, да, по-моему. Не помню, в какую пишется tau. Ну, не важно. Тау все-таки направо, но это не имеет значения. Пусть будет в эту. Да. итак, g от tau, значит, циклическая такая, да? Да. Она равна f, куда подставили вместо q вот это выражение. Да. То есть, мы его насильно, значит, насильно зациклили. Ну, то есть, короче говоря, мы ограничили вот это на окружность. И ввели параметр вот этой окружности. Да. Вот можно доказать, что, значит, что вот, что этот ряд, он сходится, когда q по модулю меньше единицы. Так, но здесь-то q будет равным. А tau, значит, если q по модулю меньше единицы, это означает, что tau лежит в верхней полу плоскости. Что мнимая часть больше нуля. Сейчас, сейчас, секунду, секунду, секунду. Сейчас ты запустил, сейчас, сейчас ты чуть-чуть торможем. Сейчас ты запустил по tau, да? Ну, просто по окружности его пускаешь. Ну, почему? Сейчас, q у меня по модулю, это комплексное число, комплексное число, по модулю меньше единицы. Значит, что это мне говорит? Когда вот это число, это экспонент, по модулю меньше единицы. Так вот это, она же всегда равна единицу, тут же е. Нет, ну, та уже не вещественная. Ааа, все, я понял, все, 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 все. Та, я думал, что параметр просто вещественный. Значит, если я решу комплексное неравенство, то получится вот такое. Значит, вот у меня вот эта функция, она, это такая гламорфная функция на вот такой вот верхней полу плоскости. Ага. Ага. И оказывается, что вот эта вот функция. Нет, это не по кругу, это я не правильно сказал. Я думал, что t вещественная. g как функция на верхней полу плоскости. Да. Она удовлетворяет замечательному функциональному равнению. Это g от a, b, плюс b, поделить на c, плюс d, равняется следующему выражению, значит, c, tau, плюс d, в квадрате, умножить на g от тау. Так. И где, вот что такое вот это? Это произвольная матрица, произвольные числа. Замена. Не тривиально, не выраженная, да, замена? Да, сейчас я напишу. ну почти. Значит, это вот эти вот а, а, да, вот эти вот числа, значит, эти вот, вот эта вот матрица, да, а, b, c, d, во-первых, она, значит, лежит в s, l, 2, z, с целыми коэффициентами, и во-вторых, c должно быть равно нулю по модулю 11 в данном случае. И это верно только для такой вот, как бы, подгруппы. вот здесь подгруппы, из матриц, которые верхней треугольной по модулю 11. А, ну да, естественно, сохранится, да. То есть, это называется конгруэнс подгруппа, здесь она имеет конечный индекс, да, вот здесь у меня есть такая подгруппа, вот, гамма, она обозначается 0, 11 в данном случае, состоящая из всех матриц с таким свойством, вот это вот лежит здесь. Сейчас, 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 сейчас. А, подожди, значит, c делится на 11, почему эта подгруппа оказывается, если бы они все делились на 11, я бы понял, почему она конечного индекса. А почему? Ну, потому что у меня есть это поражение из sl2z в sl2f11. И здесь у меня есть подгруппа матриц вот такого вот вида. верхней треугольных матриц. Да. Я беру прообраз, полный прообраз все элементы здесь, которые здесь сюда попадают вот в эту подгруппу. Я утверждаю, что индекс, это, он не превосходит индекс вот этой подгруппы здесь, а это конечная группа. Достаточно занулить в модуле 11 всего лишь левый нижний угол? Да. Все на самом деле будет тоже уже конечное. Это вот называется модулярной формой, вот это число называется ее весом. Вес всегда любой эллиптической кривой будет двойкой, а вот это вот число, вот это вот в данном случае 11, это называется уровень. И вот он зависит от эллиптической кривой. И здесь он 11. И как он зависит от эллиптической кривой? Он зависит, значит, вот у меня вот есть значит эллиптическая кривая это что-то заданное уравнением третьей степени. Но не совсем в произвольном уравнении. Вот это вот уравнение, например, x в кубе равняется y в квадрате, оно не очень хорошее уравнение. Да. Если нарисовать, то получится что-то вот такое. Даже уже на d, да, видно, что что-то не так. Она будет такая особая кривая. Да. Как понять по уравнению это особая кривая или нет? Ну, нужно вычтить производные на c. Да, нужно взять частные производные вот этого многочена по x, по y и решить, посмотреть, есть ли общее решение у системы уравнений. Частная производная по x равняется 0, частная производная по y равняется 0, и вот это, собственно. Да, ну, это надо сделать над алгогическим замкнутым полем, да? Да, да. Но, значит, вот это уравнение, оно, конечно, хорошее, но, если его взять по модулю некоторых простых p, то оно становится плохим. И есть ровно одно простое p, при котором оно на самом деле становится плохим. Это одиннадцать, Это называется плохая редукция? Да, это называется плохая редукция. Я слышал доклад, ну, да, чуть-чуть мы снятаем, когда про это. Да-да-да-да, плохая редукция, то есть это, когда она нормальная над q, но если ты ее над данным p сделал, то она уже вот такая, casp, получается, да? или сам перечень, в общем, там что-то не то. Его просто раскладывается на множестве. Да, так вот это вот число, вот это вот, которое вот здесь возникает, это вот одиннадцать, это, значит, гипотеза, гипотеза Даниямы Вейля, шимуры Даниямы Вейля, утвердает, оно про все эллиптические кривые. То есть, возьмем эллиптическую кривую, да, рассмотрим все простые которые плохая редукция, то есть, в которой она враждается. Значит, тогда существует такое число n, которое является произведением степеней этих простых. Это можно точно сказать, каких именно степеней. Редукции бывают разные. Они бывают вот такие, бывают вот такие. И в зависимости от того, какая редукция, нужно брать либо первую степень, либо вторую. Вот это похуже, похуже, да. И существует модулярная форма. Модулярная форма это функция гламорфная на верхней полуплоскости. Так. Вот как здесь. Вот с таким функциональным уравнением. Да. Функциональным уравнением. И там двойка обязательно. Так, заметим, что вот если у меня есть функция просто от Тау, которая удовлетворяет функциональному уравнению, то она в частности периодично с периодом 1 по Тау. Потому что я в качестве матрицы могу взять матрицу просто с двига. Да, она удовлетворяет этому. Она вешает, треугольная по любому модулю. Вот. Поэтому я могу ее разложить, так сказать, в ряд Фурье. Вот как здесь. Утвердается, что значит, для любой халлиптической кривой существует, найдется такая модулярная форма, что вот эти коэффициенты, они будут с точности вот таким образом связаны с числом решения. Блин. То есть, мы не можем вычислить числа решений в явной форме. Но мы знаем какие-то сокровенные тайны про них, что есть какие-то функции удивительного вина. Но функция этих удивительных форм оказывается, что для каждого числа n, вот тут это 11, для каждого уровня, существует лишь конечное число, конечномерное пространство модулярных форм. И в принципе, для каждого... В смысле, который вырождается плохо на нем? Нет, который, вот просто существует конечное число голоморфных функций на вере. А, нет, нет, это формы, а не эллиптические кривые. Конечное число модулярных форм с этим... Конечно, мерное пространство модулярных форм. То есть, если я наложил, ну, вроде как, условия убывают по силе, когда это растет, да? Потому что все меньше и меньше матриц можно сюда подставлять, значит, меньше условий, больше размерность. Да. Ну и также с эллиптическими кривыми. Она всегда конечная. Очень легко написать эллиптическую кривую, но, как правило, там будет много таких простых p, для которых она имеет плохую редукцию. Чем больше я возьму коэффициенты, тем больше, наверное, будет таких простых шансов, что... А, и там дискриминанты? Да, да, да. Какой-то самому можно считать, да? Ага. Вот. Значит, вот, собственно, вот, например, в случае, когда уровень равен 11, существует только одномерное пространство модулярных форм уровня 11. И вот это, собственно, вот она и есть. Ровно одна образующая в нем, да? Да. То есть, ровно одна модулярная форма веса 11 имеет такой вид. Рассмотрим эту функцию, подставим q равное 2π и τ, e в степени 2π и τ, τ комплексный имя читал верхний, ну, понятно, верхний полуклоскости. Запишем соответствующую функцию, форму, она для этого уравнения, других таких нет. Да, да, да. Давай я немножко вот эту формулу перепишу. Вот это вот утверждение я хочу сейчас переписать. И на этом, наверное, нам надо закончить. Давай, значит, вот, давай, давай я ее перепишу, и чтобы появились, ты спрашивал, а есть ли интерпретация у остальных коэффициентов? Да, ага. Так. Ага. Так, сейчас, наверное, появится произведение Эйлера, да? Да. Значит, давай я давай это мы сотрем, так, и давай, значит, попробуем посчитать зета-функцию нашей эрептической пивы. Вот такой. Угу. Так. Значит, ну, мы знаем, как ее считать. Это надо взять произведение по всем П. Это вот в обычном смысле, да? То есть числа решения подставляем. Ну, произведение по всем П. Не в том, в котором там факторы были по максимальным идеалам. Нет, именно, нет, когда у меня... Нет, то же самое, просто всегда то же самое. Сейчас, значит, вот если у меня есть просто кольцо, не на конечном поле, не в характеристике П. Да. Единственное определение зета-функции, которые у нас есть, это произведение по максимальным идеалам. Значит, дальше, как бы для любого кольца, вот эта зета-функция, ее можно по простым раскидать. По простым. Значит, и получается вот такое. Эту функцию, ее можно определить двумя способами. С одной стороны, это произведение по максимальным идеалам. Вот уже в этом кольце. Уже в этом. А с другой стороны, это экспонент от производящей функции число решений. Да, понятно. И вот сейчас мы будем через число решений. Вот. Значит, сейчас мы напишем формулу для этого. Да. Значит. Ну, мы уже знаем, что... Ну, не знаем, это вот как бы то, про что Миша рассказывал, что что то, что написано здесь, это рациональная функция от p в степени минус s. Да. Вообще, для эллиптической кривой эту рациональную функцию, ее можно почти выписать. Сейчас я напишу. Значит. Сейчас она вот, вот это, да, как бы? Сейчас я ее... Нет. Это будет связано со всей зета-функцией. Значит, вот давай попробуем посчитать вот эту зета-функцию. Значит, я сейчас сначала напишу ответ. Значит, ответ он будет такой. Это будет 1 минус a p на p в степени минус s на p в степени плюс p в степени 1 минус 2s поделить на 1 в степени p в степени минус s. Так. Плюс 1. Так, сейчас... Значит, смотри, давай мы немножко поглядим на эту формулу. Во-первых, значит, вот в этой формуле есть только одна... Да. ...один, как бы, неопределенный c, вон они, ага. Который связан с числом решений. И оказывается, что это абсолютно общее свойство эллиптических кривых. Удивительное свойство. Ну, точнее, не эллиптических кривых рода 1. Что если я знаю число... Значит, вот то, что здесь написано, это зета-функция вот этой вот кривой на надконечном поле. Над полем из p элементов. Так. И мы знаем, что по определению это производящая функция для числа точек на этой кривой над всеми полями характеристики p. То есть, над полем из p элементов, над полем p в квадрате. И так далее. Оказывается, что как только я знаю число решений по модулю p, то я знаю все. Это я знаю все. В этом смысл утверждений про рациональность вообще. Ведь что такое утверждение про рациональность? Ну, вот у тебя есть какой-то ряд, да, производящая функция для числа решений. Если ты знаешь, что он рациональный, если ты знаешь, можешь оценить число... Что означает, что ряд какой-то является рациональной функцией? Это означает, что его коэффициенты сдаются рекурлянтной... удовлетворяют рекурлянтному соотношению. То есть, если я знаю число решений в поле из p элементов, может быть, в квадрате, то я знаю все остальные. Здесь в данном случае рекурлянтное соотношение, оно как бы длины, так сказать, один. Один. Слое решение над обычным по fp, я знаю над всеми его конечными решениями. Да, да. И в частности, это одно из очень странных утверждений, да, почему-то верных, что количество решений эллиптического уравнения от обычными остатками определяет количество над всеми... Да. Ну, давай посмотрим, почему формула должна быть вот такой. Давай поглядим. Помнишь, значит, вот Миша выписывал, выписывал, значит, формулу писал для z-функции многообразие над конечным полем. Вот у меня есть многообразие x. Чтобы немножко упростить себе жизнь, я буду считать, что это многообразие проективно. То есть, я буду считать не... Добавлю несколько точек, здесь нужно будет добавить одну точку на бесконечность. y²z плюс yz² равно x. И там, когда z равняется нулю, будет ровно одна точка. Вот. И тогда z-функция z-функция вот этого x в точке s. Для нее есть такое вот выражение. 1, 0, 0, да? Будет троекратное совпадение на бесконечности, да? Да, да. Значит, для нее будет такое выражение. Значит, там надо взять детерминант. Я напомню, это вот, это была как бы главная формула, которая в прошлой лекции. Значит, там надо взять 1 минус p в степени минус s. умножить на фрабениус. И надо посмотреть, как вот этот оператор действует на том, что называлось кагомологиями. Кагомологиями в степени многообразия x. Значит, вот это вот оператор фрабениус, фрабениус действует на x, и, значит, ну, таким образом он действует и на кагомологиях. Я могу рассмотреть такой оператор, и нужно рассмотреть, значит, зата-функция равняется произведению по всем i, вот здесь тоже i, и вот это число нужно взять в степени в степени минус 1 в степени да, это вот Левшиц, да? это эквивалент формы Левшиц, абсолютный эквивалент формы Левшиц. Вот такая формула. Ага, ой, да. Вот. Ну, если у меня есть эллиптическая кривая, эллиптическая кривая, да, если x, это эллиптическая кривая, то, ну, над комплексными числами эллиптическая кривая это Тор. Тор. Какие у Тора когомологии? Ну, два в размерности один, если я правильно помню. Да. Потому что такая, да, да. Ну, и по одному в остальных двух. Да. фрабениус на нулевых когомологиях, да, на нулевых когомологиях фрабениус или все что угодно действует тривиально. Поэтому здесь стоит детерминат тождественного оператора. Да. И возглавится... Удочнее нет, здесь стоит детерминат оператора 1-P степени минус S, действующего на одномерном пространстве. То есть он сам. Да. То есть вот там будет стоять 1-P степени минус S. А дальше... Подожди, почему минус первый пошел? У нас же это ноль? Или тут немножко нумерация? О, да, плюс один. Спасибо. Спасибо большое. Так, так, значит пошел сюда вниз. На знаменателе. Значит, а еще во втором... Давай посмотрим, что в знаменателе. В знаменателе еще вторые гомологии. Они тоже одномерные. Они одномерные. Но фрабениус там действует умножением на степени. Это будет... Степень, он действует умножением на P. На P. Всегда. Для любой кривой фрабениус, для любого n-мерного многообразия на старших гомологиях фрабениус будет действовать умножением на P в секунду. Вот. Это тоже простой член. Ну и там тоже одна, потому что это раз минус 1. А вот чувствители, это самое интересное, это то, что отвечает первым гомологиям. Они двумерные. Двумерные. Да, да, да. Я считаю характеристический поленом вот этого фрабениуса на первых гомологиях. На двумерном пространстве. Это будет квадратичный поленом. Да, конечно. И, значит, я могу его как бы так вот записать. Ну, какое-то неизвестное число. И, значит, единственное, что я... Важно, что это полено второй степени, потому что это пространство размерности 2. Вот. значит, утвердается, что детерминант фрабениуса на этом пространстве он равен тоже P. Это следует из существования двойственности Пуанкаре между первыми гомологиями. Там на них есть костсемитическая форма со значением вторых гомологий, которые фрабениус сохраняет. И отсюда получается вот эта вот формула. Вот. Но это было... P... А, минус 2S появился, а домножили на P, это... Да, но это была проективная эллиптическая кривая, а здесь она афинна. Я должен выбросить зета-функцию точки. Если мое многообразие склеено из двух, то есть, если я из многообразия какого-то выброшу точку, то зета-функция просто поделится над зета-функцией точки, то есть, над зета-функцией рима. Вот. И вот поэтому у меня здесь один множитель пропал. Вот. Значит, вот это... Какой пропал? Ну, вот тут вот два множителя в знаменателе. Это... И то, и то, и другое, он как бы... Это просто зета-функция рима. Один минус... Так, сейчас, в знаменателе идет... Значит, один минус одна ПТ. То есть, может быть, тут минус один стоит или нет? Сейчас... то есть, кого нам нужно поделить на римана? Ну, если бы я вот такое бы взял, то это была бы зета-функция римана просто, да? То есть, давай я сейчас напишу, лучше чуть-чуть. Значит, я хочу это записать так. По причинам... Значит, давай запишем, что это зета-функция римана просто, посчитанная в точке С минус один. Здесь будет произведение по всем П. Ну, вот, того, что здесь написано. 1 минус АП. А, ну да, все связи с плюс один. П в степени минус С плюс П в степени 1 минус 2С. Вот. Значит, вообще, зета-функция эллиптической кривой, она устроена так. Там вот есть как бы туда входит зета-функция римана и еще входит вот такое вот произведение. Вот эта функция называется еще L-функция эллиптической кривой. Это как бы у Афины, да? То есть, это у Афины, да. А иначе было бы две копии зета-функции. Ну, и с Майоришем сдвигом отличается. Там было бы еще зета. А, все-все-все, вижу-вижу, все-все. Оно это самое. Вот здесь находится. Да. Вот. Значит, вот это вот произведение я обозначу буквой L от S. Это тоже функция. Точнее, L от S минус 1. Да, понятно. 1 на него будет L от S. Да, да. Так, вот. Так вот, это вот утверждение можно сформулировать следующим образом. Значит, так, чтобы теперь уже все появилось. Значит, L от S равняется сумме А, Н, по, Н, с, с. О. Значит, вот у меня я взял, начал с модулярной формы. Да. И я сделал, вообще с функциями можно делать такое преобразование. Вот функцию можно разложить в ряд Тевора, а потом вместо взять, вместо, как бы, ряда Тевора вот такой же ряд, но с теми же коэффициентами. Директ Л. называется преобразование Мелина. Мелина, да? Да. Его можно как интегральную формулу для него написать. А это не ряд директ Л. Ну, это ряд директ Л. Да, но как бы преобразование из функции функции. Функции от Q в функции от S. Ага. Так. Вот. И утверждается, что если я к модулярной форме применю вот это вот преобразование Мелина, то есть я разложу ее в ряд и запишу в таком виде, то получится как раз L функция, ну вот в сущности это Z функция с точностью вот этой поправки эллиптических кривой. Да, с точностью вот здесь как-то вся собака изорыта. то есть сейчас, значит, еще раз, я беру вот такое, а теперь вместо Q в N записываю я степень. Это называется преобразование Мелина. Да, да. Вот. И здесь уже возникают все, получается, интерпретация всех коэффициентов в терминах значит, эллиптической кривой. Вот. И, ну, значит, исходная функция, вот эта функция F, она удовлетворяла функциональному уравнению, она была модулярной формой. Да, вот здесь она была. Оказывается, что если я возьму преобразование Мелина, вообще у любой модулярной формы, то будет она удовлетворять некоторому функциональному уравнению. Вот, а именно, которое будет связывать значение в точке S и в точке 2 минус S. Это ровно то, что мы хотим. Из-за 2. Да. Вот. Ну, пожалуй, что. Да. Ну, вот, друзья, смотрите, вот я сейчас хочу некую речь произнести, да, мне постоянно пишут, Алексей, когда наконец на канале будет разобрано полное доказательство великой теоремы фирма. и я говорю, что вы просто на самом деле не понимаете, о чем вы говорите, да, то есть это там, если я брошу все, я через год или два, наверное, смогу его понять. В свободном полете иногда проникают науку, там, летом и зимой на каникулах, я это, наверное, может быть пойму в пенсии. Но, как бы, что называется, не раньше. И вот, чтобы вы просто понимали, о чем идет речь, это маленькая приоткрытая дверца. То, что сейчас было, это вот чуть-чуть мы приоткрыли дверцу на то, что надо понимать, чтобы только приступить к изучению великой теоремы фирма, если у вас есть такая цель. А мне постоянно об этом пишут, да. Вот. Поэтому, значит, на самом деле, когда вы будете это проходить, наверняка вы забудете про первоначальную цель, просто захотите понять вот эту красоту мира, да, арифметического. А потом вам кто-нибудь напомнит, что вы входили, хотели теоремы фирма, а, ну, это я маленький был, да, это, теоремы фирма. Вот. А на самом деле красота как раз вот тут и есть сама вот. Красота и тайна. И я вот как бы этим летом, я, когда мы, значит, долго жили на даче Подмосковья, я пытался читать Панчичкина-Манина, ничего не понимал, но после того, как я вот эти две лекции выслушал, еще много раз пересмотрю, я надеюсь приступить к чтению Панчичкина-Манина уже на следующей ступени. Вот. Вот так. Так что будем вместе учиться, большой высокой математике. Вадик, спасибо огромное. Спасибо. Огромное спасибо. Спасибо. Маткульт, привет.